СИСТЕМА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В случае глобальной катастрофы в городе должна сработать специальная система оповещения. Этот сигнал означает «Внимание всем!». Если услышал сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», житель должен включить третий канал телевидения городского, первый канал обычного проводного радиовещания или первую кнопку трехпрограммника, и слушать речевое сообщение Главного управления по делам гражданской обороны города Москвы, где будет сказано, что произошло и что нужно сделать населению того или иного района или города в целом. Сигнал тревоги издают специальные электросирены. В Москве их 1300. Радиус действия каждой – 2 километра. Сирены установлены на высотных зданиях в людных местах и размещены таким образом, что их услышат на любой улице города. Сигнал тревоги будет звучать в течение 10 минут. Система оповещения постоянно проходит профилактический осмотр. В каждом районе города есть свой электромеханик, за которым закреплено до 30 электросирен. Дважды в месяц он поднимается на крышу зданий и включает сирену на 3 секунды. Решение о включении сигнала тревоги принимает специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям и мэр города. Только после этого на станции дается команда о запуске сирен. Там сидят квалифицированные специалисты, они обучены, и поэтому какого-то ложного, несанкционированного запуска электросирен – это, конечно, в общем-то, исключено. Центральная станция оповещения. Отсюда после сигнала электросирены прозвучит сообщение. Дежурство на станции круглосуточное. Информация, где находится рубка, засекречена. Сообщение зачитывает специальный диктор. Он должен объявить, что случилось, где получить средства индивидуальной защиты и как найти ближайшее бомбоубежище. В мирное время сигнал с сиреной в Москве звучал только один раз – в ноябре 1982 года, когда хранили Брежнева. Так прощались с генсеком. В Америке виновником единственной тревоги тоже стал глава государства. 11 августа 1984 года Рональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, вместо традиционных «раз-два-три» произнес. Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон, объявляющий Россию вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через пять минут. Сообщение моментально разнеслось по всем информационным лентам. Американские спецслужбы вовремя оценили шутку президента и пресекли утечку информации за пределы Америки. Третьей мировой войны удалось избежать. В Советском Союзе система ядерной безопасности, как и все остальное, была коллективной. Самое маленькое бомбоубежище рассчитано на 150 человек. По нормативам на одного человека приходится половина квадратного метра. Еще одно укрытие – метро. В московском метро глубокие станции оборудованы специальной вентиляцией и дверями ставни. Они поднимаются из пола, каждый день мы шагаем по этим бронированным листам. Ставни способны защитить от ударной волны и радиации. По подсчетам специалистов, столичные подземки в первые часы ядерной войны могут спастись 150-200 тысяч человек. В США действовал принцип «защити себя сам». Американцы сооружали укрытие в подвалах собственных домов. На таких домах вместо таблички «Дом образцового содержания» вешали табличку. К ядерной атаке готов. В расписании советских школ был обязательный предмет – НВП. Начальная военная подготовка. Детей учили надевать противогаз, стрелять из мелкокалиберной винтовки и скучно рассказывали про поражающие факторы ядерной бомбы. В Америке обучение детей велось в игровой форме. Школьники смотрели специальные мультфильмы и разучивали веселые песенки про то, как прятаться от ядерного гриба. Сегодня систему ядерной безопасности используют в мирных целях, при крупных авариях и техногенных катастрофах. Сейчас иногда чрезвычайные ситуации возникают такого масштаба, что они просто граничат с определенной, как говорится, такой войсковой операцией. Особенно это вот новые неприятные явления, как террористические акты. Вся информация о химических и радиационных выбросах в городе стекается в центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Режим работы оперативного дежурного круглосуточный. В случае техногенной аварии первыми, кто должен оказаться на зараженной местности, это дежурная бригада, состоящая из водителя, химика и помощника оперативного дежурного. Бригада спасателей работает в специальных костюмах. Он защищает от огня и от вредных выбросов. Костюм безразмерный. В опасной зоне его может надеть спасатель с любым размером тела и ноги. Для спасения пострадавших к костюму крепится дополнительный противогаз. Дежурная бригада выезжает на спецавтомобилях. Они оборудованы приборами для измерения радиации, компьютерами, телефонами, факсами. Любую информацию можно моментально передать в штаб. Часть машин оснащена лидарными комплексами. Это прибор для распознавания химических веществ в воздухе. На крыше автомобиля закреплена лазерная установка. Машина останавливается на безопасном расстоянии, до километра от места катастрофы. Луч лазера направляют в сторону опасного выброса. Данный комплекс предназначен для определения наличия химически опасных веществ в зоне ЧАЭС, аэрозолей, а также определения вертикальной скорости ветра в зоне ЧАЭС. В современную систему гражданской обороны входит 21 служба города. От медицинской противопожарной до ритуальных услуг. Но главный элемент безопасности – информированный человек. Задайте себе два простых вопроса. Где находится ближайшее бомбоубежище? И какая радиостанция в вашем городе транслирует сигнал тревоги? Продолжение следует...